всем привет сегодня готовлю очень вкусный плов хочу с вами поделиться не просто плов такой настоящий деревенский плов для этого у меня здесь значит начнем вот с нута нут крупный который надо с вечера замачивать нет мелкий который разваривается здесь у меня как бы с горкой потому что просто у меня вот столько сварила больше оставила как есть дальше здесь у меня стакан 100 граммовый такой для чая который это получается если вот пересыпать 200 грамм одну полстакана ну 100 грамм короче вот вермишель обжаренная в духовке я уже показывал как я это делаю можете на сковороде обжарить без разницы просто так вкуснее и и вот такой вот у меня фасоль такая маш называется коричневая но в россии я не знаю еще может других стран тоже тяжело его найти вот в азербайджане в грузии их полно в основном в азербайджане ну да и в грузии тоже готовят плов вот из такого из такой фасоли она не путайте это не так это красная крупная фасоль это вот она сварившаяся немножко покрупнее стала и побледнее а так она темно-коричневая мелкая мелкая надо было вам конечно в сыром виде его показать вот один стакан 200 граммовый ларьки где продаются товары из узбекистана я знаю что оттуда меня тоже очень много смотрят не путайте маш которые там у вас зеленая потому что мне все время предлагали зеленый зеленая сюда вообще не подходит вот эту вот никто из них так и не понял какая еще может быть как бы коричневый маш да вот такой мелкий совсем поэтому если вы не найдете такую я вам приблизительно похожую на вкус фасоль предлагаю вот такую белую черный глаз называется вот ее вы везде найдете просто вот она меня уже есть из грузии привезенная я буду из нее готовить с этой конечно вообще нереально вкус она но и с этой тоже неплохо то есть и ее можно заменить вот этим но никак не красная крупная фасолью не путайте сюда красная фасоль крупная не подходит потом начинается вопрос а можно ту а можно нам нужно именно вот это сочетать рис у меня басмати султан вот такой вот берите всегда для плова рис басмати всегда для хорошего плова берите длинный рис но не такой который в магазине предупродается длиннозер на они не подходят не по вкусу не по как бы консистенция совсем другой рис сколько я уже не пробовала и дорогие покупала и дешевые они не подходят в общем басмати хороший рис берите раньше их тоже тяжело было найти мы все время нам привозили то из грузии то из азабайджана мы просили кого-то привезти сейчас уже можно найти вот я заказала на озоне не буду конечно рекламировать как чего там есть именно вот можно найти оригиналы 3 стакана вот таких 200 граммовых чтобы не путаться вам на 3 стакана вот это вот количество ингредиентов до 3 стакана риса такого сейчас я его хорошенько промою замачивать я его не буду сразу буду отваривать самое главное вот это вот фасоль вот эту фасоль можно заменить только вот этим не надо его менять на другие другие можно по отдельности только допустим рис и какая-то другая фасоль но никак не с этим сочетанием так вода у меня кипит вода у меня уже соль я значит положила соль кладите чуть-чуть побольше знаете чтобы не было пресная потому что рис все равно возьмешь столько сколько ему надо пересоленая она не будет да и ну тоже любит соль хорошенько мешаем чтобы рис к одну не прилип и кастрюлю берите тоже побольше макароны и рис должны вариться большой кастрюли чтобы не слипались промыла я рис хорошенько 5-6 раз слила воду надо чтобы весь крахмал хорошенько вот смыть теперь 5-6 минут надо чтобы рис отварился даже можете таймер стать иногда я тоже не надо я очень часто ставлю таймер вот на 6 минут поставила потому что бывает что отвлечешься и перевариваю рис надо варить с открытой крышкой чтобы не слиплись пену собираем сильно большое кипение тоже не надо делать если видите что сильно кипит значит немножко убавьте чтобы она так кипение было нормально и не сильно вот у меня 5 минут прошло сейчас вот через минуту будет пикать я добавлю вермишель сначала мы готовим сырые в конце просто подогреваем что хорошо смешалось вот уже фасоль и нут а так пока сырые будем добавляю вермишель готовим еще пять минут уже с вермишелью вот у меня шестая минута прошла сейчас поставлю еще на пять минут и готовится она у меня на шестерке от 1 до 9 плита на шестерке на среднем огне вот так вот еще пять минут прошло у меня пять минут теперь добавляем нут это добавляется просто чтобы она как бы прогрелась немножко и перемешать нут и самое главное фасоль надо обязательно после варки хорошенько промывать у фасоли и вот это коричневая вода чтобы не окрасила рис надо их хорошенечко промыть под холодной водой и вот так вот еще две минуты в итоге получается что рис у нас готовится с самого начала до конца где-то 13 минут две минутки сейчас хорошенько с нутом и фасолью все перемешается прошло у меня две минуты сливаю пока там сливается жидкость рисом мы быстренько обжариваем масло как бы растапливаем и обжариваем здесь самое главное масло должно быть хорошее сливочное настоящее чтобы именно передать этот вкус деревенского плова здесь у меня 200 грамм масла на это количество риса этого хватает можно сделать 230 то есть масло маслом плов не искусить я взяла хорошее сливочное масло нам надо его не просто растопить а чуть-чуть еще обжарить вот на дне такая красная как бы корочка будет только будьте осторожны когда масло будете обжаривать чтобы она не подгорела это ни в коем случае делать нельзя слегка на дне вот образуется такие вот заметите да что масло обжаривается как она оседает на дно кастрюли вот тогда уже все все выключи чтобы он было было понятно вон на дне не знаю вам видно или нет если убрать вон на дне видите все больше не надо она уже может подгореть теперь сразу добавляем добавляем вис обратно возвращаем так рис вернули аккуратненько перемешиваем чтобы масло везде попало теперь добавляем на кончике ложки шафран у меня пола ты вот так вот чуть-чуть теперь закрываем полотенце и ставим на очень очень медленный огонь у меня это не единица единица мне вообще не греет вот на двоечку поставлю на полчаса для чего это делать овощи для чего рис обычно вот так вот помят там же мы допустим варим так сейчас поставила на 30 минут на двоечку на у меня самый минимальный вот этот вот есть у вас газовая плита то совсем маленький огонь делайте газу обычно там все подгорает сразу прилипает либо ставьте еще даже на плиту каком-то рассекатель и кастрюля должна быть с толстым дном обязательно чтобы не прилипло я уже вот так вот делала у меня вот этой кастрюле не прилипает если у вас газовая плита либо какой-то ну мощный огонь можете вот так вот взять лаваш на дно чуть-чуть мазать масло отдельно то есть растопить масло как я обжарила допустим растопила потом поставить лаваш и сверху рис и вот по лаваш не даст подгореть рису плюс еще будет хрустящая корочка такая лаваша вкусная но я этого не делал мне так кастрюля и так хорошая все для чего вообще томится плов мы же сварили его она как бы впитывает вот эту жидкость сейчас когда будет томиться вот эта жидкость вся значит выпариться и впитается в полотенце вот эта жидкость возьмет все это полотенце всю жизнь жидкость соберет и получится у нас рассыпчатый плов очень вкусный а пока к нему я приготовлю у меня куриные ножки потушу с луком наш к нему подходит очень хорошо именно вот тушеное мясо с луком любой можно говядину с луком потушить можно курицу то есть любое мясо тушеное с луком очень хорошо сюда подходит на большой лук вот такой масло нарезаю лук полукольцами тоненько кусочек масла грамм 50 лук добавляю сюда лук обжариваю до пол прозрачности пока обжаривается лук я посолю ножки добавлю кукумы для цвета и черный молотый перец все это перемешаю хорошенько все лук стал полупрозрачным начинаем добавляем курочку или любого мяса если говядина будет то заранее отварить и потом вот так вот луком обжарьте к этому плову очень хорошо подходит такое теперь закрываю крышку убавляю огонь у меня вот она была на семерке я убавлю на пятерку сейчас посмотрю если будет сильно обжариваться то убавлю на четверку так чтобы сейчас она должна пустить сок и в собственно в соку приготовиться и так оставлю я рис еще на 10 минут мне показалось что еще чуть-чуть некоторыми получаса хватает вот через полчаса аккуратненько перемешайте посмотрите если для вас уже нормально можете выключать если хотите совсем мягкий такой чтобы был рис ну приятный то еще оставьте на 10 минут вот курочка у нас пустила сок видите и вот так вот на медленном огне она будет готовиться воды я не добавляю сюда так получается вкуснее собственно соку так проверяем через 40 минут наш шикарнейший плов готов ой а запах чистого деревенский плов потому что сливочное масло такое вкусно посмотрите какой рассыпчатой вот но видите ничего не прилипло ничего не подгорело вот есть у вас кастрюля не хорошая или огонь сильный то ставьте лаваш либо вот так вот если нормальная плита то ничего не произойдет видите какой рассыпчатый очень вкусный вот такой вот обед у меня получился сегодня попробуйте вы тоже вам тоже я просто уверена что понравится плов такой получается очень сытный курочка как бы тушится в собственно соку вот идеальное сочетание получается ну и домашние конечно маринованные огурцы помидоры покажу вам поближе ни один рис не развалился все целое вот очень сытный очень вкусный плов получается и реально там запах и вкус как будто бы вот настоящий деревенский плов вот это мои куриные ножки и так напомню рис варится аль денте потом ставим томиться до полностью готовности вот так вот полотенцем накрываем всю жидкость как бы впитывает полотенце и она становится вот такой вот рассыпчатый вкусный дальше нут вермишель вот этот вот фасоль если она заранее приготовлена то делается все очень быстро самое того кое нудное вот эти вот мелочи приготовить например если вы планируете завтра да вот приготовить такого с вечера уже сделайте вот эти вот приготовление чтобы на следующий день вам было ли останется сварить и потомить я вот и как и раньше говорила в азербайджане очень много видов плова прям я не знаю там такое количество что не сосчитать вот один из варенки готовьте вам понравится я уверена на меня все всем пока пока и и и